виталий приветствую тебя торговая сессия вторника 12 марта как и всегда обсуждаем рынки с разных сторон говорим о интересных событиях которые грядут впереди которые могут повлиять на рынке и соответственно делимся опытом и точкой зрения того где можно сейчас заработать опять же сегодня у нас встреча прям перед выходом данных по инфляции в сша очень важный показатель я думаю что если вы следите за нашим контентом с виталем наверняка помните что анализируя действия американского регулятора всегда нужно вообще смотреть на инфляцию да и вообще действия любого центрального банка потому что мы знаем что вся вот эта каша которая заварилась с высокими процентами ставками это все следствие борьбы с инфляцией и соответственно снижение инфляции это вроде как победа о которой рапортовали многие центральные банки поэтому сейчас мировой рынок всех финансовых инструментов в ожидании того когда же начнется смягчение экономической политики снижение ставок поменяются соответственно все ориентиры долгосрочные представления и так далее но это очень долгосрочные посылы мы все-таки стараемся детализировать картину происходящего на более скажем коротких дистанциях поэтому проводим встречи каждый день ну что сегодня данные по инфляции я пожалуй помучуете вопросом традиционно виталий по поводу твоих ожиданий как минимум мы все сегодня настраиваемся на серьезную волатильность она точно будет ты допускаешь вероятность каких-нибудь сюрпризов по инфляции как например было с отказателем по инфляции в прошлом месяце и как в целом твои долгосрочные ожидания по доллару и касательно будущих действий федрезерва ты разделяешь точку зрения что скорее всего в июне пойдет на снижение ставок или допускает что это может произойти позже или раньше ну в двух словах приветствую всех по поводу инфляции моих ожиданий с фундаментальной зрения аналитики как мы знаем ожидают рост 0 1 по сравнению с прошлым месяцем получатом сколько 0 4 до до вечного выражения ты имеешь сегодня в месячном 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 на 0 4 десятка до это по сравнению с прошлым ростом 01 да я смотрел сегодня читал очень хорошую по поводу два индикатора называется инфляционные спопы калчика недавно его начали отслеживать аналитики и получается этот эти индикаторы 2 показывают что инфляция скорее всего даже может превысить вот эти ожидания аналитиков выше просто 0 4 даже может быть какой-то 305 формате этот индикатор отслеживали за последние там несколько месяцев получается там где-то 7 8 месяцев если не ошибаюсь да и получается он показывал точность получается из восьми раз когда его оценивали он 7 раз точно показал а если смотреть данные аналитиков аналитики с восьми раз только пять раз точно показали ну поэтому в принципе посмотрим как сегодня этот индикатор себе отработает пошел не рост этой инфляции или это просто было явление так как это было там новый год плюс-минус да и возможно какой-то спец был крат и реакция выросла там плюс не в чуть-чуть подросла поэтому что касается когда будут поднимать ставку несложно прогнозировать будем отслеживать рынок труда в принципе неплохой но там если смотреть даже получается если углубляться в рынок труда точнее это также есть два показателя такие как полная занятость и частичная я недавно изучал этот момент детально там получается если смотреть на полный заняты практически рост маленький маленький каждый месяц на на самом деле вот этот что показывает там что рынок труда прям очень хороший 200 300 тысяч это все частично не полная занятость то есть получается на полную ставку работаешь на 25 на 50 этом на самом деле рынок труда плохой плюс последние показатели разные выходят очень посмотрим еще какие розничные продажи выйдут помощь прошлом месяце когда инфляция подросла до евро в моменте опускался а потом выходили розничные продажи плохие евро доллар получали вверх поэтому я в принципе что-то ожидаю на этой неделе но если так честно сказать эта неделя такая сложная будет мне кажется по валютному рынку я буду очень аккуратно его торговать и прогнозировать виталий спасибо тебе за развернутый комментарий ну что давай тогда непосредственно к рекомендациям тому что есть в свете предстоящего выхода данных по инфляции которые мы сегодня ожидаем начнем с меня из традиционного инструмента для первого для анализа это индекс доллара 102.83 текущие котировки после обновления локальных минимумов многонедельных пятницу мы видим то что понедельник несколько инициативы пришла к покупателям но пока говорить о том что это окончательно уже возвращение на рынок покупателя на сегодня данные по инфляции расставить все точки над и я опять же как и ранее уверен то что федеризер на ближайших двух-трех заседаниях не будет ничего делать сегодня жду сюрпризы тоже данных по инфляции как минимум рост в месячном выражении показателя а если еще будут сюрпризы в годовой отсечке о прогнозах сейчас индекс потребительских цен в годовом выражении останется на прежнем уровне 31 процент если там будут сюрпризы то тогда да буквально после выхода сегодняшних релизов можно будет смело говорить о том что вероятность снижения ставки в июне станет меньше 50 процентов но чтобы не быть голословным я рекомендую друзья вам всем после данных по инфляции посмотреть на инструмент файд вот что ул на сайте как изменится вот это ограниченное позиционирование относительно будущих действий конского регулятора я еще раз напомню что пока что за то чтобы фрс откладывал это решение и соответственно за укрепление позиции американского доллара так какие инструменты также хотел сегодня посвятить это золото 2177 долларов за тройскую унцию здесь в конце прошлой недели неоднократно делал акцент на рейджный сантимент на то что условия для локального роста сохраняются но на текущем этапе я все-таки рекомендовал бы друзья перед выходом данных по инфляции занять в ожидательную позицию и не рисковать этим инструментом потому что изменился чуть-чуть и рыночный сантимент я сегодня на своих брифингах на своем брифинге говорил что это уже не такие очевидные показатели распределения большинства и меньшинства есть высокий риск просто крайне волатильного движения буквально процентов на 5 в рамках одной торговой сессии и чтобы не а как бы эмоционально стабильным остаться в условиях того что золото последнее время и без новостей может продемонстрировать очень серьезные движения наверное тем из вас друзья кто ранее уже открывал длинные позиции сейчас продолжает находиться я бы дал рекомендацию что все таки оставить это инструмента покое и может быть вернуться уже после выхода данных по инфляции когда станет уже более менее ясно какие перспективы ожидают доллар потому что один из основных как бы не факторов поддержки для золота в последней торговой сессии все-таки он был основан и связан со снижением курса доллара и снижением доходности американских облигаций так рынок нефти 82 95 уже буквально полтора месяца мы топчемся в районе 83 долларов за баррель и что-то нужно рынку больше чем опять же было опубликовано последнее время я сейчас буквально уточню один момент сегодня да еще не вышел впереди очень скоро выйдет отчет по соотношению спроса и предложения на рынке нефти от опек это показатель который повлияет на нефтянку уж точно ну я надеюсь соответственно могут быть тоже акценты со стороны экспертов опек на то что предложение за счет роста в сша продолжают увеличиваться это предложение компенсирует все попытки страна 5 плюс снизить объем нефтедобычи а к спросу есть определенные вопросы даже последний доклад международно-этического агентства рост спроса в этом году составит 1 2 миллиона это почти в два раза хуже чем была оценка год назад и фактический показатель год назад поэтому если опять пересмотрит прогноза по спросу ухудшит его я думаю что котировки всего сегодня могут перейти к снижению и также под закрытие торговой сессии еще будет отчет от американского института нефти но здесь уже которая неделю подряд у нас исключительно прирост запасов что тоже является логичным следствием рекордных показателей добычи как в сша поэтому я уже который раз за идею развития нисходящей динамики и очень жду прям визуализирую что бренд вернется в район 80 долларов за баррель и локальная идея еще связана с макроэкономическими отсчетами предстоящей торговой сессии буквально завтра нас ждут данные по ОВП промышленному производству это британская валюта текущих уроки 1.28 я рекомендую присмотреться к лангам с долгосрочными целями 1.30 причем верю в рост британской валюты на основании такого оптимизма который удалось нагнать министерство финансов англии на прошлой неделе когда опубликовали бюджет и пообещали колоссальные меры поддержки всесторонние от каких-то действий стимулирующих будущем банк японии до отдельных субсидий льгот и снижение налогов для бизнеса и домохозяйств поэтому собственно ралли который мы видели в конце прошлой недели она была основана на этом и функция вернуться в район отметки 1.29 после чего перешел к коррекции сейчас топчется вблизи отметки 1.28 сегодня разочаровали данные по рынку труда это так но завтра судя по прогнозам нас ожидают хорошие показатели по ввп и промышленному производству и локальная сильная статистика опять же на эффекте еще усиления той риторики от минфина которую мы слышали ранее может стать причиной возвращения все-таки покупателей и дальнейшего роста может быть с текущих уровней и не следовало бы заходить я бы рекомендовал смотреть на уровне 1.2850 для тех кто хочет все-таки дождаться подтверждения возвращения пары к восходящему локальному тренду и покупать оттуда даже с уровня 1.2850 до цели 1.30 будет ожидаемое приличное движение в 150 пунктов и его как раз можно будет поймать вот на этих инструментах сегодня остановлюсь питали слово тогда тебе ну я бы еще пару слов добавил я даже вижу ему больше 135 140 но это такое по поводу точек захода в принципе на согласен если дадут конечно и у него перспектива есть очень хорошие формате там есть очень хорошие модели которые показывают ну давайте пройдемся по рынку у меня аналогичные инструменты парочку новых добавим итак прошлый раз я давал рекомендации по евро и сегодня повторюсь по этим инструментом дальше натуральный газ еще разберу и хотел также добавить информацию по компании boeing тоже интересно как мне кажется и так евро доллар по евро доллару прошлый прошлый тур я советовал покупать это была какая хорошая рекомендация я евро доллар покупал последние несколько недель и и предыдущих обзорах битва аналитиков аналогично советую советовал отработали очень хорошо этот момент здесь была очень очень красивая модель такая мощная был импульс накопление и мы это накопление отработали как и ожидалось на текущий момент у нас такой мощный модели нет у нас есть маленькая модель и поэтому по евро доллару и вообще по рынку форекс всем торговым мажором ситуация такая возможная но она скажем не прям верняк скажем поэтому я продолжаю дальше рассматривать евро доллар на покупку с текущих можно пробовать можно рассматривать тот факт что сегодня будет выход данных по инфляции если он совпадет скажем инфляция выйдет на тех уровнях которые я говорил что рост даже больше ожидания аналитиков это может скорректировать маме пару евро доллар вниз и дальше уже после как она скорректируется покажет новый сигнал тогда нужно будет дальше покупать возможным розничные продажи или там еще другие показатели фундаментальные которые нужно отслеживать и возможно будет дальше толкать пару евро доллар поэтому я сохраняю свою позицию наверх и отмечу что сейчас ситуации более сложные нежели было раньше потому что у нас сейчас маленькая коррекция всего два дня раньше была коррекция такая и то же самое в принципе по пункту когда коррекция закончится можно дальше думать какие-то зоны или уровни сложно говорить уже по факту будем дальше нефть марки бренд прошлый раз я говорил что я рассматриваю на покупку ждал только сигнала я покупал в среду это прошлую и она показала в принципе какой дневной рост хороший но недостаточно я ожидаю там районе 8590 и дальше пока мы находимся выше уровня он на 81 5080 минимума который у нас образовались отката с прошлого месяца пока мы выше этих уровней я рассматриваем 7 рост обязательно ставить стопы потому что у нас здесь огромное накопление я думаю что мы с этого накопления наверх но понятно что любой прогноз может не отработаться ожидания и мы можем поломать эти все поддержки и хорошенько в район 75 условно сломить вот этот локально восходящий тренд который последний месяц поэтому обязательно ставить стопоса соблюдать риски но если все-таки получится этот рост опять 10 долларов вот такие у меня ожидания по натуральному газу чуть у меня другое видение напомню в конце прошлого месяца я советовал покупать натуральный газ с целью коррекции там плюс-минус два доллара мы практически его сделали из хай у нас был ровно два доллара 2 доллара там 001 как раз нам показали в начале месяца этого на текущий момент я думаю что вот эта коррекция скорее всего закончилась и мы дальше будем падать и вот можно обновлять минимумы которые были в прошлом прошлом месяце да и поэтому я бы советовал шарпить натуральный газ пока мы ниже 1 доллар 83 уровень я рассматриваю нашел из стопоса где-то в районе там условно 95 если мы этот уровень будет будем ломать дальше нужно по новой смотреть так форекс сказал нефти натуральный газ сказал еще хотел добавить пару слов о акции боинг я думаю что мной сейчас отслеживают что в этой компании я добавить ладно не буду искать в принципе я вас пишу так получается по боингу идет последнее время очень много плохих новостей формате что где-то самолет поломался где-то загорелся где-то верят поделась где-то последнее время ну так я буду аккуратно у нас youtube не забанил получается там разные знаете правила есть какой-то коллектив там большее руководство в этом или там инженера какие-то каждом коллективе должен работать человек полно скажем с направлении этого как это говорят лгбт или что-то такого или там еще разных направлений и мне кажется что вот это ну это не мне кажется это я слушал других аналитиков говорят что но это повлияло на качество скажем компании потому что когда вот есть специалиста тебе говорят что в этом коллективе должны работать еще люди а возможно они не такие специалисты и как видим проблема начались не только разных отраслях фильмы как мы видим там разные направления и поэтому это негативно повлияло и я думаю что дальше все будет хуже и хуже кстати и сегодня как раз смотрел если смотреть на цены то у нас получается по у боингу у нас текущая цена сейчас это примерно 192 доллара я думаю что долгосрочно мы будем очень сильно падать поэтому я предлагаю кто-то будет акции шапки акции компании больно там перспективу для такого среднесрочного долгосрочного снижения в этой компании пока мы ниже там условно 200 250 280 я думаю что ситуация там возможно какой-то момент они как-то заводит этот момент но перспективе перспективы ну и плюс smp сильно перекуплен он есть еще вариант роста а боинг вообще отстает видно что слабая компания когда smp будет корректироваться виталий спасибо за рекомендации в том числе за то что добавил и теперь рынок акций здорово поэтому welcome если будут обзоры по другим инструментам это может быть даже повысить интерес к другой секции инвесторов финансовых рынков и к фондам тоже спасибо ну что ждем тогда сегодня данные по рекомендации на следующей неделе во вторник обсудим как в итоге где будет доллар и что изменится с внешним настроением ну и конечно же еще раз вернемся к вопросу увеличились или снизились шансы на то что американский регулятор начнет снижать ставку вот в июне ну что виталий спасибо тебе тогда еще раз за твое время хорошей торговой недели и хороших выходных до скорой встречи тебе и собственно нашим подписчикам удачи удачи